До конца четверти совсем мало времени, а у тебя в дневнике неисправленные оценки. Да, друг, нужно исправляться и закрывать свои хвосты. Оказалось, я не одна в этом тренде тиктока, и кажется, пора брать ситуацию под контроль. И как же быть в этой ситуации? Нам в этом помогут техники менеджмента. Первый метод — матрица Эйзенхауэра. Задачи разделяются на группы по срочности и важности. Группа А — срочное и важное дело. Группа Б — несрочное, но важное дело. Группа С — срочное, но неважное дело. Группа Д — несрочное и неважное дело. Второй метод — формула 10.3.2.1.0. Для использования этой техники необходимо запомнить ее и придерживаться ей каждый день. 10 часов до сна. Нет кофеину. 3 часа до сна. Нет еде и напитка. 2 часа до сна. Нет работе. 1 час до сна. Нет электронным гаджетом. Ноль раз — столько раз можно нажимать кнопку «Отложить на будильнике». Третий метод — техника помидора. Принцип выполнения. Заводим таймер на 20 минут. Сосредоточенно работаем, не отвлекаясь, пока не прозвенит таймер. После чего делаем перерыв на 5 минут. После 4 повторений делаем долгий перерыв. 20-25 минут. Таким образом вы постоянно чередуете работу и отдых, меняете деятельность и избегаете переутомления. Четвертый метод — съесть лягушку. Лягушка — это самое неприятное дело. Лучше им в первую очередь и заняться. После его выполнения уже и само дело покажется не таким страшным и противным, а другие задания и вовсе покажутся легкими. Пятый метод — метод с салями. Как незаметно съесть палку колбасы. Конечно же, отрезаем по маленькому кусочку. Точно так же нужно сделать и со всеми сложными многосоставными задачами. Разделить их на маленькие части и выполнять по одной каждый день. Шестой метод — найденное время. Суть техники заранее выделить перечень 15-20 небольших заданий, на которые у вас не хватает времени, и быть готовым сделать их, когда у вас появится любое подходящее окно. Постоянно дополняйте список и заметите, что задачи будут выполняться быстрее. Вооружились методами, цели расписали и запомнили, что главное — трудиться и не лениться.